Отношения работника и работодателя станут в разы проще. Уже с 1 января 2017 года в силу вступит типовой трудовой договор. С его помощью удастся снизить объем документа оборота и повысить уровень защиты прав работника. Оплата и охрана труда, рабочее время и время отдыха работника, социальное страхование и другие важные пункты включат в себя типовая форма трудового договора. Условия только одно – этот документ могут использовать все организации и индивидуальные предприниматели, относящиеся к категории микропредприятий. Это предприятия, численность работников которых не превышает 15 человек и которые получают выручку годовую не более 120 миллионов кодов. Помимо этого, типовая форма допускает включение в договор дополнительных условий, например, расположение рабочего места или указание структурного подразделения. В данную форму также включены особенные условия, применяемые для дистанционных сотрудников и даже тех, кто работает на дому. Теперь, заполнив соответствующие пункты типовой формы, работодатель сможет закрепить, что сотрудничество будет выполняться путем обмена электронными документами с помощью интернета. Я думаю, что многие в Приморье этим воспользуются, поскольку микропредприятий у нас довольно-таки много. Это существенно облегчит для них работу, поскольку разработка локальных нормативных актов – это довольно-таки значимый процесс, объемный. И инспекция труда при проверках очень на это обращает внимание. То есть идут и штрафы за это, и за неправильную разработку локальных нормативных актов. Утвержденная форма типового договора включает в себя различные варианты заполнения отдельных положений и условий, например, о трудовой функции, месте работы и испытательном сроке. Так, по мнению правительства России, регулирование трудовых отношений станет более гибким с учетом специфики деятельности каждого работодателя. Правительство Российской Федерации уже утвердило форму нового трудового типового договора. Образцы этого документа уже сейчас можно легко найти в сети интернет, а значит, возможность ознакомиться с ним есть у всех желающих. Александра Нитая, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.